В эфире информационная программа «Панорама Севера» в студии Ларисы Истомина. Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok 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 От улицы Розы-Люксембург до улицы Воскресенской Напомним, что областная программа развития Архангельска успешно работала и по ней строились новые дороги Несколько лет она работала, сейчас можно сказать, что за два последние года улица Волчейского пришла в Чудовский рейт А сколько таких улиц у нас еще убитых и страшных, которым просто невозможно проехать кусок советских космонавтов Советские космонавты Кикару улица, поспект Новгородский И помощь города Новгорода Надо просить, чтобы по нему там проехать и так далее Здесь мы предоставили десятка два предполагаемых возможных варианта работы И на эти объекты уже прошли экспертизу В этом тоже надо думать В общем, стать как в режиме пожарной команды скорой помощи Конечно, хотелось бы, чтобы мы не потеряли деньги, которые потратили, которые проекты уже вышли И которые заканчиваются сроком экспертизы Вот это вот, конечно, будет печально Нам еще раз надо будет отдавать экспертизу, еще раз платить деньги Среди предложений по первоочередным объектам дорога в Северном округе Сегодня весь прошедший транспорт идет по Антонному мосту И это практически Моско-федеральная дорога уже, потому что все идет на экономию Я думаю, что вот предложение, допустим, у меня как депутата двух округов Монсанского и Северного Я вам предложила взять, ну, вот этот перечень Пусть там сколько-то, 50 миллионов или 40 миллионов Какое-то долевое участие городу Архангельску вот к этому объекту необходимо вручить Среди перспективных проектов реконструкция Северодвинского моста И строительство новой развязки на его съезде вдоль улицы Смольный-Буян Это особенно актуально в связи с тем, что к 2016 году завершится реконструкция дорожных развязок Федеральной трассы М-8 на въезде в Архангельск Проекты по решению вопроса транспортной развязки при съезде ЖД моста у муниципалитета также есть Их реализация, по мнению Виктора Павленко, во многом зависит от скорейшего возобновления действия закона о статусе Архангельска как областного центра Есть разные варианты строительства Их на самом деле три, к чему мы пришли Первый, это ремонт существующего Он требует, потому что если железнодорожная часть представляет себя лучшим качеством То автомобильная, она в очень плохом состоянии Это первый, просто ремонт Второе, это строительство нового железнодорожного моста рядом А этот мост превращение в автомобильный мост Мы считаем, что это очень хорошая тема И третий вариант, согласно генеральному утвержденному плана Это железная дорога, железнодорожный автомобильный мост в районе Тургеева Строится новый мост Конечно, это миллиардные затраты Которые даже в условиях софинансирования городу, конечно, очень сложно потянуть Поэтому я не раз обращался к губернатору И последняя встреча, вот на последней встрече, которая, счастье выпало, что президент Российской Федерации Кроме Алмаза обсуждал социально-экономическое положение Архангельской области Вот я бы задал для города Архангельска, для других территорий, не знаю, один вопрос Строительство железнодорожного моста Предложение градоначальника областные депутаты услышали и согласились Что решение приоритетных для Архангельска задач в компетенции не только городской, но и региональной власти На сегодняшний день депутаты областного собрания понимают все реальность тех проблем, которые на самом деле есть, она актуальна Я буду уже основывать, все прекрасно ее понимают Мы говорим о законе развития областного центра города Архангельска То есть о тех объектах, чтобы мы сразу понимали, которые будут развивать Архангельска областной центр Если мэрия должна поделиться с приоритетами главными, которые необходимы, потому что им более видно, я не более понимаю Поделить там сумму все-таки, ну, поделилась той сумма, которая необходима, может быть больше даже, я согласен В принципе, потому что деньги уже надо все-таки и восполнить и прошлый год Ну а дальше уже поделяться с приоритетами Есть закон, а к закону программа, которую утверждает правительство и выносит на ваше утверждение Вы ее тоже утверждаете в мероприятии депутата областного собрания Ничего не поменялось Поэтому сегодня мы должны предпринять все усилия, определиться Может это будет не 10 пунктов, не 20, может это будет 2-3 основных пункта Их внести в правительство для того, чтобы если вдруг закон будет дальше действовать То к закону будет реализовываться вот эта программа Артемий Заварзин, Алексей Карельский, Ольга Красулин, Алексей Шаршов, Панорама Севера В архангельских вузах прошла первая волна зачислений Счастливчики, которые ее прошли, сменили статус абитуриент на более привлекательный первокурсник О том, кем хотят стать вчерашние школьники, выяснила Инга Швецова Флагман образования Северный Арктический Федеральный Университет Уже сегодня полностью завершил прием абитуриентов на первый курс бакалавриата И специалитета очной формы обучения На 1622 бюджетных места было подано больше 10 тысяч заявлений Таков в этом году интерес к САФУ Самые востребованные среди вчерашних школьников такие направления Как юриспруденция, экономика, история, международные отношения Поступают очень сильные абитуриенты в институт строительства и архитектуры В институт энергетики и транспорта В институт нефти и газа Конкурс там составил тоже до 4 человек на место И средний балл ЕГЭ достаточно высокий На ряд направлений подготовки это 180-190 баллов Высокие показатели у Северного медицинского университета В этот вуз подано более 2000 заявлений А гордым званием первокурсника смогут гордиться лишь 390 человек В среднем конкурс в Северном медицинском университете Составил 5 человек на место, что значительно превышает показатели прошлого года Наиболее востребованными специальностями традиционно являются факультет лечебное дело То есть на лечебный факультет большое количество заявлений стоматологические Педиатрический факультет, кстати, обогнал в этом году лечебные стоматологические Кроме того, в этом году не бывалый поток заявлений на факультет клинической психологии Где по заявлениям 17 человек на место А с 20 августа начнется зачисление на заочную вечернюю форму обучения Инга Швецова, Владимир Орлов, Панорама Севера Помощь беженцам с Украины продолжается В Новодвинске третью неделю проходит акция по сбору необходимых вещей вынужденным переселенцам По последним данным Управления Федеральной миграционной службы В городе зарегистрировано 24 человека, покинувших свою родину из-за боевых действий В комплексном центре социального обслуживания каждый день пытаются помочь приехавшим с Украины людям Прием вещей, предметов быта и продуктов питания не прекращается Радует то, что переселенцы уже адаптировались в Новодвинске Кто-то даже начал зарабатывать Я приехала с сыном, сыну 16 лет Сразу как он приехал, пошли его регистрировать здесь И сразу попросили работу И через несколько дней позвонили, приехали за ним, повезли его на работу Показали, где он будет работать, просто радости было очень много Семья Черниковых с двумя маленькими детьми приехали к нам из Донецка Приютил на первое время их дальний родственник Сейчас снимают жилье Супруги очень хотят найти работу Я учитель украинского языка В принципе, последние 4 года работала воспитателем группы определенного дня Вот, может быть Хотелось бы или так же в школу на определенку Потому что, ну, по специальности, понятное дело, я не пойду Или же, может быть, в детский сад Может, в библиотеку, я не знаю Ну, куда я еще могу пойти со своим образованием Муж? Муж, экономист и водитель категории БЦД Вот, ну, тоже работал на заводе 11 лет, или 12 даже, уже стаж вождения Вот, поэтому Тоже ищет работу, как бы, но, скорее всего, водителем Потому что по специальности опыта нет Ну, вряд ли кто-то возьмется Учительство с нуля Хотя ему очень бы хотелось Старший из детей Никита в Донецке не успел закончить первый класс А двугодовалая Кристина посещала детский сад Лишиться всего сразу, оставить дом, работу, школу, садик Очень тяжело, признается Алена Черникова Но ждать изменений не было смысла И семья решила переезжать Мы больше приезжали даже не за город А вот то, что мы все говорили Вот само понятие «север» Это было очень тяжело Основное, что заботит сейчас горожан Это снабжение переселенцев теплой одеждой Впереди зима, а здешний климат Жителям Украины не знаком Размеры нужны разные Три семьи имеют детей от двух лет до где-то 10-12 И три семьи дети-подростки То есть там 16-17 лет В основном приносят, конечно, одежду Ее уже в достаточном количестве, я считаю, принесли И те, кто приходил к нам, уносят много вещей Выбирают себе что-то Теплые вещи особенно смотрят побольше И для детей, и для взрослых Также приносят постельные принадлежности Приносят посуду Приносят электроприборы Вот из электроприборов у нас была микроволновка Электрический чайник были Утюги Две семьи, которые находятся сейчас в городе Новодвинске Они живут отдельно То есть одной семье предоставлено общежитие И другая семья, это, значит, снимает квартиру Поэтому для них, конечно, хотелось бы Чтобы жители города Новодвинска По возможности, если у них нет Неиспользуемые какие-то предметы, мебели То тоже можно принести Мы согласны даже их вывезти на своих машинках Также мы могли бы принять от населения города И электроприборы, которые необходимы В быту для этих семей Двухъярусную кроватку для семьи Черниковых Уже заказали Будущему второкласснику подобрали куртку на осень А маленькая Кристина выбрала для себя игрушки Ведь все, чем играли ребята дома Пришлось оставить на родине навсегда Событием года не только для Котласа Но и для всего региона Можно назвать открытие площади трех вокзалов За историческим моментом Наблюдали наши котласские коллеги Этого события жители Котласа ждали много лет Не случайно на церемонию Официального открытия площади трех вокзалов В полдень рабочей пятницы Собралось столько людей А ведь еще свежи воспоминания о том Как это место выглядело буквально год назад Полная разруха и запустение Удручающее впечатление усугублялось Видом облезлого фасада здания Железнодорожного вокзала Которое было закрыто для пассажиров И одето в строительные леса И вот исторический момент 1 августа 2014 года Открылась для движения автотранспорта Отреставрированная площадь Распахнулись центральные двери Железнодорожного вокзала Капитальный ремонт которого Близок к финальной точке Заработал автовокзал Общий настрой горожан в стихах Выразила котлашанка Людмила Невзорова Остались в прошлом ожидания Вокзала неприглядный вид Строителям за их старания Народ спасибо говорит Все работы заняли около 4 месяцев Хотя по контракту должны были завершиться Лишь к 1 сентября Здесь кроме того, что было запланировано Сделано почти вдвое больше То есть ведь планировалось просто Асфальтиком сверху прикатать и все Но катать по тому, что там было Там сэндвич всякий разный От песка до глины И кончая бетоном Она бы очень быстро пришла В то состояние, которое было до этого В соответствии с проектом После реконструкции Площадь стала современной Функциональной безопасной Она простирается от ЖД вокзала До улицы Виноградова По обеим сторонам Вдоль сквера с монументом паровоз Парковки для личного авто Рядом с главным входом в железнодорожный вокзал Места для такси и карманы Для посадки и высадки людей Раньше ведь было как Этого не было ничего Шли прямо кто как хотел А сейчас уже есть Свои пешеходные дорожки Автобусы и общественный транспорт Теперь беспрепятственно передвигаются По специальным отведенным Только для них зонам Забирая пассажиров с высоких платформ Сейчас иду и думаю Какая красота стала на площади И просто даже душа радуется И сердце радуется И что вот именно Вот такого нужно было давно Максимум средств на ремонт Такого сложного и затратного объекта Удалось получить из областного бюджета 16 миллионов рублей Выделили их только на условиях софинансирования Соучастие города вылилось В приличную сумму Еще 4 миллиона Сегодня бюджетные приоритеты Выстраиваются вот в той последовательности Которая сегодня Всеми принята Это ветхое аварийное жилье Это детские сады Это школы Но без вот такого уюта и комфорта Городской среды Мы же понимаем прекрасно Что настроение горожан Оно будет слегка Как говорится Серым и скучным Когда есть вот такие места Которые можно Как говорится Прийти и порадоваться глазом Да Это создает хорошее настроение И хорошее впечатление Поэтому это бесспорно То что деньги вложены с умом И с делом Отвечать за содержание Площади трех вокзалов Будет муниципальная служба благоустройства А если и горожане Будут относиться к ней бережно То южные ворота области Так окрестили региональные СМИ Нашу площадь Сохранятся в привлекательном виде На долгие годы Далее в нашем выпуске Новостной дайджест Коротко о главном С 5 августа В областном центре Меняется организация Дорожного движения В районе площади Ленина С этого дня На проспекте Чумбарова-Лучинского Со стороны площади Запрещена остановка Транспортных средств При этом движение При проезде площади Ленина Со стороны проспекта Чумбарова-Лучинского В сторону Троицкого проспекта Станет односторонним Кроме того Остановка транспорта При проезде участка дороги Вдоль здания Областного собрания депутатов Также запрещается Белые ночи В Архангельской области Заметно потемнели А значит пора зажигать фонари На улицах В Северодвинске С 1 августа Они уже горят Архангельск же пока Не вышел из сумрака Как сообщили В муниципальном предприятии Горсвет Фонари в столице региона Согласно графику Зажгутся 10 августа А теперь обзор Главных тем газеты И правда Севера Свежий выпуск Сегодня вышел из печати И вот о чем он рассказывает В Каргополе возродили Старинную традицию Праздник посвященный Илье Пророку Любопытно название Торжества Бараньи Воскресенье О корнях праздника И о том Насколько масштабным Было угощение Вы сможете узнать Из заметки Объединяющий баран Главное Что люди хотят Трудиться Так называется Статья Поводом которой Послужила Предконференция Заместителя губернатора Архангельской области По социальным вопросам Екатерины Прокопьевой Разговор шел о том Как устраиваются В регионе те Кто покинул Украину Из-за военного противостояния Литмотив беседы Ясен из названия статьи В центре внимания Журналистов газеты Оказалась и акция По раннему выявлению Рака груди Ранняя диагностика Позволяет избежать Серьезных проблем В этом году В рамках акции Обследование прошли 2000 северянок О результатах В газете Правда Севера В Архангельске стартовал Кубок города По парусному спорту Соревнования пройдут В течение четырех дней О том, каким выдался Дебют состязаний Покорителей волны и ветра Узнала Инга Швецова Участники соревнований Преодолевали дистанцию В акватории Северной Двины Близ острова Шилов Один из лидеров Сегодняшней гонки В классе Оптимист Павел Тихонов Он начал заниматься Парусным спортом Пять лет назад А любовь к водной стихии Привил ему отец Который и сам Когда-то был ехтсменом Юноша уверен Спорт – путь к совершенству Он развивает важные качества В каждом человеке Силу, тактику, храбрость, волю Еще много Помогать друзьям Так как без этого никак Соревнования начались И для спортсменов Класса Лучмини Эти ехтсмены старше А значит опыта, мастерства И знаний у них больше Виртуозное управление Силой ветра Техника и тактика Вот залог успеха Есть смысл подумать Куда уйти лучше Куда отконтриться Где будет выигрышная позиция Куда лучше зайти Аномальные для северопогодные условия Еще одно испытание На прочность для юных спортсменов Для некоторых Жара – это отдых Отдых на воде Но здесь ребята работают И выкладываются По полной программе То есть некоторые Даже иногда Приходя домой Родители говорят Они сразу же спят Потому что Жара и выматывает Плюс на свежем воздухе Первый день соревнований завершился Уже завтра Яхтсменов ждет гонка В классах Кадеты Луча Радикал А имена победителей Городских соревнований Назовут в пятницу Восьмого августа Инга Швецова Ольга Карасолина Панорама Севера Даже в солнечный летний день Не будет лишним задуматься О гардеробе Зимнем В Архангельске На советских космонавтов В 178 Начала работу Выставка продажа Шуб фабрики Фламинго Там побывала И наша съемочная группа На меховой выставке Продажи фабрики Фламинго Как всегда Модницам Есть где разгуляться Богатый ассортимент Широкий размерный ряд На любой вкус И кошелек Для молодых И активных Модель автоледи Двигаться в такой Одно удовольствие Как элегантно Вот такая Облегченная шубка С песцовым воротником Меховая отделка По рукаву Это не только оригинально Но и практично Шубка из мутона Астрогана На кокетке Легкая и невесомая И даже зимой В ней будет так комфортно Элегантность этой модели Подчеркнут манжеты Со сборкой Модницам на заметку В этом сезоне Актуальны шубки из мутона Детали которого Сшиты горизонтально И конечно Вне конкуренции Шубы из енота Вас непременно порадует Этот роскошный мех Способный согреть В любые холода Как и головной убор На выставке продажи Пятигорской фабрики Фламинго В большом ассортименте Представлены модные Шапочки и береты На трикотажном подкладе Из меха Норки Кролика И мутона Разумное сочетание Цены и качества Вот что отличает Меховые изделия Пятигорской фабрики Обратите внимание Шубы скроены Из цельных шкур Профессиональная Выделка меха Пожалуй Каждая женщина знает Шуба лишней Не бывает Особенно если она такая Красивая Удобная И очень комфортная Успевайте сделать Правильный выбор Выставка продажа шуб Пятигорской фабрики Фламинго Открыта с 5 по 10 августа С 10 до 19 часов В выставочном зале Союза художников На советских космонавтов 178 Елена Гончарова Алексей Жаршов Панорама Севера В завершении выпуска Информация о курсе валют По данным Центробанка На 6 августа Доллар США 35 рублей 80 копеек Евро 48 рублей 5 копеек Сразу после нашего выпуска Смотрите интерактивную программу В центре внимания На прямой разговор в студию Придет психолог высшей категории Действительный член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической лиги Лариса Кашкина Тема для обсуждения Проблема абортов Вы можете задавать интересующие вас вопросы По телефону прямого эфира 639-717 На этом у меня все В студии была Лариса Истомина До встречи В Вельске 6 августа Будет ясная погода Плюс 26-28 В Котласе малооблачно 25-27 градусов тепла В Мирном среду ясно Плюс 25-27 В Новодвинске также ясно Плюс 27-29 градусов В Архангельске 6 августа Будет малооблачная погода Без осадков Ветер переменный, слабый Температура воздуха ночью Плюс 12-15 Днем плюс 27-30 градусов Атмосферное давление Существенно не изменится Тип погоды второй Благоприятный Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok